Девочка-пай 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 Великолепное выступление. Спасибо за такую красоту, которую вы нам подарили сегодня в пятницу самого раннего утра. Такими восхитительно красивыми танцами этим утром встречает нас коллектив ансамбля «Инисейские зори» имени Геннадия Петухова. И представляем исполняющие обязанности директора ансамбля Ирину Домишеву и художественного руководителя Игоря Горлова. Доброе утро вам всем. Доброе утро вам, доброе утро девушке. Мы знаем, что сегодня у вас намечается большой сольный концерт. Когда и где все это произойдет? Значит, это произойдет сегодня вечером в 19 часов. Городской дворец культуры по адресу Свободный 48. Значит, будет концерт в двух отделениях. Все традиционные русские номера из золотого фонда ансамбля. Ну и постановки 15-16 года. Значит, всех приглашаем, конечно. И вообще цены у нас абсолютно демократичные. Поэтому прошу всех гостей. Ну, красота незабываемая. Я думаю, что это стоит многих-многих-многих миллионов, скажем так. Скажите, ну а насколько давно существует ваш коллектив? Я думаю, что немногие жители нашего края знают об этом. Мы очень древние, будем так говорить, в кавычках. Мы молодежные, но нам 48 лет в этом году будет. 48 лет. Да, это муниципальный коллектив. Он профессиональный. Эти девочки все у меня профессионалки. Вообще и мальчики тоже. Через два года мы вас будем поздравлять уже с юбилеем. Да, уже юбилей будет. А сколько номеров было за этот длинный срок поставлено? Около 50 номеров. Значит, достаточно. А вот как раз к зимнему фестивалю Суриковскому мы в программе имеем такой... У меня просто навеяла мысль такая по картине Василия Ивановича, самая такая известная, это взятие снежного городка. Я поставил проводы зимы. Достаточно большое танцевальное полотно, где показана, ну, собственно, Масленица, русский наш праздник, где игры, знакомство девушек. А душе русского народа. Да, да, да. Пусть и морозы вместе с зимой тоже уходят. Да, конечно. Роботы зимы. Расскажите, а кто вообще занимается тем, что вот такую красоту создает? Ну, я, конечно, про костюмы говорю. Костюмы? Есть какой-то у вас костюмер? Кто продумывает каждую деталь костюма? Это художники, конечно. Ну, иногда и мы принимаем участие, потому что... Да, потому что с нашего послета и с идеями вашими, конечно. Да, конечно. И... А девушки сами могут предлагать какие-то идеи, вот, например, ну, в чем-то неудобно, а что-то удобнее как-то принимаются? Обязательно. Принимаются? Без этого никак, потому что им танцевать, они должны как-то сидеть удобно, чтобы все было, ну, путем. Я знаю, что вы принесли пригласительный на ваше представление. Да, ну, коль мне слово предоставили, я, конечно, хотела бы еще раз разбудить вот так красиво, нежно, по-матерински весь город. И край. И край, потому что детки встают в школу, мужья на работу, и ласково... А жены дома, да? А жены некоторые уже здесь, поэтому ласково и нежно. Всех мы будем. И напоминаем, что сегодня пятница, хорошо поработаем, а вечером, кто еще не успел запланировать и прийти на наш концерт, который будет в 7 часов вечера в культурном центре на Свободном, тот, конечно, может еще позаботиться о билетах. Я думаю, что все желающие обязательно попадут. Ну, а сейчас вопрос, и я побуждаю уже немножко интеллектуально подумать, и те, кто внимательно смотрел наш диалог, наверняка на него ответят. Какой номер в репертуаре нашего ансамбля, ансамбля «Танцы Енисейские и Зори» создан по сюжету картин Сурикова? Ответ был и в нашем диалоге. Да, уже было озвучено. И все-таки варианты ответов дадим зрителям. Варианты ответов «Проводы зимы» и «Инисейские казаки на пикнике». Итак, присылайте правильный ответ на короткий номер 90-20. Вначале укажите слово «остров», далее «пробел», ну а потом ваш вариант ответа, который вы считаете правильным. Ну и, конечно, сами не забудьте подписаться. Только такие ответы мы будем принимать и потом уже дарить билеты тому, кто выиграет. Ну а расскажите нам, пожалуйста, об вашем коллективе. Много ли у участников? Сколько вот девушек, сколько мальчиков? Ну, это где-то девушек 20, а ребят 14. Чуть поменьше. Чуть поменьше, потому что мы же... А требуется ли вам много у нас? Вы про нас мужчины, да? Про нас, конечно. Но девушки, видимо, берегут своих партнеров по танцам, да? Ну, мальчики в цене всегда, и поэтому они вдвойне нам... Скажите, ну а вот уже 48 лет существует коллектив. В данное время вы принимаете молодых, талантливых танцоров в свои ряды, так скажем? Приходят к вам на кастинги? Приходят. Ну, не так часто, как хотелось бы, конечно. Ну, да, как обычно, проверка идет. Ну, видимо, потому что требования у нас ведь в профессиональном артисту, поэтому и отношение такое. Вот что должен уметь делать парень, который приходит к вам в коллектив? Я не знаю, там, шпагаты, прыжки, танцевать, самое главное, да. Да, и желание было. И желание, и чтобы вот это возможности были там, ну, какие-то кульбиты, все принимаешь. А скажите, а рост, например, какой-то есть определенный? Главное, чтобы танцевать. Главное, чтобы с душой танцевал. Душа, желание, все. Ну, наверное, и планы большие у вашего коллектива, раз уж сегодня сольный концерт состоится. Расскажите, в ближайших планах что намечается? В ближайших планах, ну, у нас кастрольная деятельность намечается. Конечно, без этого мы не можем. Нам надо выезжать куда-то, показывать свое творчество, искусство, людям, для чего мы, собственно, и существуем. И вообще показывать нашему народу наши все танцы, традиции, обычаи, обряды, все что угодно. То, что давно забытое, потому что много очень же других жанров сейчас к нам сюда, с запада. А мы стараемся сохранить наше народное, сибирское, русское творчество. А вот за это вам огромное спасибо. Мы вас поддерживаем и желаем сегодня, чтобы на ура прошел концерт, был полный зал, аншлаг. Ну, и, конечно, я не сомневаюсь, что на высочайшем профессиональном уровне все будет продемонстрировано. Желаем вам теплого приема зрителей и, конечно же, успехов. Спасибо большое. Представлю гостей наших Ирина Домишева, исполняющая обязанности директора ансамбля «Инисейские зори» имени Геннадия Петухова. И Игорь Горлов, художественный руководитель ансамбля «Инисейские зори». Спасибо. Спасибо большое и удачного вам дня.